Согласно части 1 ст. 4.1 Закона Красноярского края о порядке безвозмездной передачи, которая устанавливает необходимость согласия уполномоченного органа местного самоуправления на прием в муниципальную собственность, предлагаемую к передаче имущества, а именно трех школьных автобусов, это два автобуса модели ПАЗ и один автобус модели ГАЗ. Послезавтра уже состоится вручение данных транспортных средств. Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета Ачинского района. Мы не приобретаем ни ГСН, ни водителей у нас в штате нет. То есть, как вы помните, мы подвоз проводим через электронный аукцион. И все расходы по обеспечению подвоза, в том числе ГСН и так далее, на всякий расходный материал, несут подряд. У вас сейчас один автобус в школу подвозит, будет подвозить два, правильно? Мы эти автобусы сразу в эксплуатацию запускаем, а у нас есть еще раз. Можно до соглашения закричать? До соглашения, конечно. Но я не думаю, что мы его быстро-быстро их поставим, потому что вопрос долгий с документацией, в том числе и с Министерством образования. Мы вот, которые в декабре автобус получили, еще документы из Министерства нам не пришли. То есть, мне в управление образованием еще этот автобус не передан. Он находится в муниципальной собственности администрации района. Поэтому, ну а если получится быстро, конечно, их поставили, то, конечно, нужны будут дополнительные средства. На 2021 год торги по подвозу прошли уже или нет? Включительно по апрель прошли. По апрель, а на какой срок? Семь варя по апрель. А, семь варя? Да, на четыре месяца получается. Семь варя по апрель.